И так, дорогие друзья, шаббат шалом всем тем, кто к нам присоединился. Приветствую вас в еврейской мессианской общине Свет Мессии. И в эту среду у нас было с вами также очень важное собрание. У нас был Йом-Кипур, и только небольшое количество людей, как я говорил, водостойких, особо водостойких, смогли посетить это собрание. Потому что то, что происходило вокруг, это точно были еврейские кучки, правда? Это просто, как говорится, еврейские праздники во всей красе. Иногда это напоминало какие-то библейские события, типа потопа. Особенно в некоторых районах города. Но Бог милостивый, и все прошло. Но, тем не менее, я понимаю, что для многих людей Йом-Кипур остался вот таким каким-то праздником, который прошел во время дождя. И мы особо не смогли поговорить даже об этом. Поговорить. Тем не менее, уже закончился, уже прошел. Слава Богу. Мы живы. И я верю, что наши имена записаны в Господа, где-то в особую книгу, книгу спасенных людей, тех, которые будут жить в Его присутствии, кто живет уже в Его присутствии и являет свою милость. И самые популярные слова последней недели, которые мы очень часто повторяли, это «жертва», это «грех» и это слово «искупление». То есть то, о чем постоянно говорилось в контексте всех этих праздников. В течение Рош-Хашана мы готовили свое сердце к тому решению суда, которое должно произойти. И вот это решение произошло. Бог принял свой вердикт в нашу сторону. Это хорошее решение для нас. Тем не менее, я понимаю, что неплохо было бы немножко коснуться вопросов, которые связаны темой искупления и вопросов, которые связаны вообще с того, что произошло вот там на кресте. Мы многие знаем, что там что-то произошло, но до конца, я не знаю, здесь, живя на земле, сможем ли мы осознать вообще, что по-настоящему было там сделано, что Ишуа сделал для нас. Ну, мы говорим обычно, он нас спас. И это правда. От чего спас? Другие говорят, он нас искупил, он наш искупитель. Слово не очень понятное в наше время, но от чего, для кого он заплатил за нас высокую цену. Вы слышали такое выражение, да? Заплатил. А кому он заплатил? Ну, какая была эта цена? То есть, допустим, смотрите, мы встречаем друг друга и мы говорим, о, какая у тебя красивая там, например, украшение, какое у тебя красивое колечко. А сколько ты заплатил? Ну, то есть, мы понимаем, что есть какая-то цена, выраженная, например, 3 рубля, 5 рублей, 1000 рублей. То есть, есть какая-то вот сумма, есть что-то, чем мы определяем, дорого это или недорого. И мы говорим, о-о-о, как дешево. Или, о-о-о, как дорого. За вот это? Это, ну, в зависимости от того, что мы продаем или покупаем, как у нас говорят в Одессе. Столько это и стоит. Итак, была заплачена какая-то цена. Что было, собственно, заплачено и что мы купили? Или не мы купили, или нам купили? Давайте немножко попробуем поразбираться. Есть разные взгляды верующих людей. И я знаю, что здесь у нас в зале, у нас нет единого мнения, на самом деле, относительно, вообще, Божьего искупления нас. Я вам гарантирую это. Я не проводил опросы, но это точно так. Большинство верующих, когда говорят об искуплении, они подразумевают примерно следующую мысль. Я своими словами попробую ее озвучить. Когда-то давным-давно люди были созданы Богом. И люди были созданы, как творения прекрасные. Но также был очень такой вот злой, злая личность была. Был сатан, сатана, враг, дьявол. Как-то так его называют в Писании. Что он сделал? Он пришел к людям. Пришел к людям и обманул их. Он так повел дело хитро, что люди, используя свою свободу выбора, они послушались его, пошли за ним, и он их обманул. И все. И в тот момент, когда он их обманул, он стал их господином. Фактически они были проданы в рабство, и он как бы крепкой рукой держал человека. И говорил, это мое. Вы теперь не можете ничего с ним делать. И кому он говорил? Он говорил, это Богу. Он говорил, Бог, теперь люди принадлежат мне. Я их завоевал. Я их обманом взял. Они подписали такой договор со мной, по которому они становятся моими рабами. И Бог говорит, да, действительно, это правда. Теперь я бы хотел, ну, как-то вот снова, что ли, быть Богом людей. Как бы это сделать? А сатана говорит, ну, на самом деле это будет очень непросто. Я бы хотел, чтобы ты мне что-то заплатил. Если ты хочешь людей обратно, заплати мне. И 1 Коринфянам 6 глава 20 стих говорит, «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Итак, вы куплены дорогою ценою. То есть сатана, он как бы выставляет Богу цену и говорит, я хочу, я хочу, чтобы ты дал мне, что же мне захотеть? Люди у меня есть, творения у меня есть. Я хочу Бога, дай мне Мессию. Я готов поменять одного человека на всех. Вот если он, ты мне его отдашь, он умрет, он будет моим, я буду держать в плену этого Бога, тогда забирай всех остальных. И, как бы, ну, логика понятна, Бог есть любовь, и он добровольно приходит в этот мир, как человек, для того, чтобы отдать себя, вот как цену. То есть была объявлена цена, сатана ее объявил, и он решил заплатить. И написано, Матфея 20 глава, 28 стих. «Так как сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То есть он пришел добровольно. Не потому, что его Бог заставил. Он пришел для того, чтобы отдать свою жизнь для спасения, как здесь, для искупления многих. Возможно, сатана не рассчитал свои силы. Ну, он хотел, слюни текли. Он и так, и сяк пробовал просто, как бы, завоевать Иисуса. Шуа, помните, он искушал его в пустыне и так далее. Но в любом случае он умирает. Это было какое-то торжество, это была какая-то радость, он переживает отвержение Божие и все, и как бы вот вроде-вроде-вроде-вроде хорошо все. Но проблема, он воскресает. И ужас охватывает сатану. Потому что он понимает, что на самом деле он потерял людей. Кинули. Он потерял людей, и он не смог удержать Бога. Он обманут. Все. Искупление свершилось. Его власти больше нет. Итак, так человечество выходит на свободу. И с того момента сатана расхлебывает последствия в виде живых верующих, которые служат Богу, живой общины Божьей, церкви, которая служит Богу. Итак, скажите, кто вот примерно так верит в эту историю, что именно таким образом было свершено искупление. А что? Ну, порой человек смелых подымает. Ну, почему? Послушайте, разве я не опирался на Писание в том, что я говорил? В чем подвох? Мне нравится наша община. В чем подвох? Мы продаем или покупаем с вами? Мы размышляем над Писанием, друзья. Ведь большинство людей на самом деле так верят. Я знаю, что большинство верят. То есть, был заплочен выкуп сатане, и теперь сатана находится в поражении. Это одна из таких вот теорий. Но давайте посмотрим на другой взгляд. Может быть, в следующем взгляде вы поднимете больше рук, чем в первом. Здесь я только насчитал раз 15. Не бойтесь, вы не бойтесь считаться тем, кто ошибается. Это нормально. Правда? Ну, так кто за первую теорию? Не-е-е, знаем мы ваши. Огласить весь список, да? Ага-га-га, послушайте. Это всегда легко, ну, как бы, вот знаете, отвечать галочкой. Сложнее, когда надо записывать текстом. Правда? Ответы правильные. Поэтому, вот, правильно или неправильно, ну, мы разберемся. Хорошо, давайте идем дальше. Итак, существует другая точка зрения на весь этот процесс. Вы осознаете, что мы говорим вообще о ключевом понятии христианской жизни? Да? А вы осознаете, что вы не можете поднять руку? Вы поняли, что я сказал, да? Нет? Нет. Мы говорим о сути христианского служения, искуплении. Если вы не поднимаете руку, у вас нет точно своего мнения. Скорее всего. Ну, была только одна версия. А, была одна версия, да? Хорошо. Ну, ладно. Вторую версию. Объявляю. А? Их вообще много, около семи. Да, представляете? Но есть две ключевых. Мы сейчас вот с вами и в конце проголосуем. Что из этого нам больше по писанию? Итак, другой взгляд, другой взгляд, несколько по-иному описывает отношение Бога вообще к согрешевшему, к человечеству, которое согрешило. Итак, действительно, Бог помещает человека в Эдамском саду. Действительно, человек, ну, как бы попадается на ловушку сатаны, используя свою способность выбирать, он выбирает неправильно. Это очевидно, бытие, первая, третья глава, все точно, да? И приходит возмездие. То есть, приходит Бог и говорит, все, ты не можешь находиться в моем присутствии, тебе придется выйти из Эдемского сада, встал, вышел, поставил херувима с огненным мечом, чтобы не вернулся, и будь там. Окей, встал, вышел, все, человек, проблема. И там еще дьявол тоже, он как бы участвует во всем этом процессе. Бог в этой истории показан как очень праведный. Правильно? Как тот, кто очень святой. И именно поэтому святость не дает возможность человеку находиться в присутствии Божьей. Он говорит, ты не можешь находиться. Нет ничего, ну, как бы то, что бы нас связывало. Увы, я хочу, но не могу. И он устанавливает законы еще с самого начала, которые нарушаются человеком. Но Бог говорит, что законы мои, они такие особенные, они отражают мою природу, мою сущность, и они не могут быть отменены. Я поставил эти законы, они должны работать. И, в общем-то, в общем-то, несмотря на то, что человек уходит из Эдемского сада, как сатана, так и человек, все они находятся под властью Бога. Амэн? Вот есть Бог, вот есть человек, вот есть сатан. И все они стоят перед Богом. И Бог им говорит, но вы оба, как сатан, так и человек, вы неправильно поступили. И у вас будут последствия за то, как вы поступили. Чувствуете разницу, да? То есть, они оба ответственны перед Богом. И недостаточно просто прийти и сказать, Боже, я виноват, прости меня, пожалуйста, я, ну, как бы согрешил. Можно мне обратно туда? Ну, пожалуйста. Ну, я один раз согрешил, но разве можно к этому серьезно так относиться, правда? Примите меня, пожалуйста, в Эдемский сад. Я больше не буду. Может, и сатана просился, говорил, прости меня, пожалуйста, прими меня на небо обратно. На этой земле так плохо, там к тебе так хорошо. Мы не знаем, да? Но, как бы, Бог говорит, не могу. Не могу, потому что моя природа святость. Я великий Бог, а вы согрешили. И есть законы, которые нужно сделать. Недостаточно просто, например, человек, который залазит к нам в дом, недостаточно просто его словить и сказать, а ну, положи на место. Он, ой-ой-ой, извините, вот я кладу на место все, я пойду, да? Ну, я ж вернул, я ж извинился. Недостаточно. Что мы с вами хотим? Мы хотим удовлетворения. Правда? Мы хотим, чтобы он посидел в каком-то печальном месте какое-то время. В тюрьме. Заплати. Или, ну, то есть мы хотим больше, не просто, чтобы нам вернули то, что наше. Мы хотим, чтобы была наша честь как бы удовлетворена по закону. То есть и такой человек, он уходит сидеть в тюрьме, он сидит, и через там, допустим, 5-7 лет он выходит, и все. И говорят, окей, у меня нет к тебе уже вот сейчас никаких претензий. И если грех не будет наказан, будет нарушен определенный порядок, который Бог устанавливает для Вселенной. То есть, иными словами, на самом деле для человека недостаточно просто попросить прощения у Бога за свои поступки. Должно быть определенное удовлетворение. Человек должен как бы заплатить больше, чем он сделал. Уловили суть, да? Недостаточно просто извиниться, что ты съел с дерева познания добра и зла. Ты должен сделать что-то больше. И люди не могли заплатить. Даже если бы все люди скинулись, вот они бы могли, ну, может быть, максимум вернуть то, что они сделали. Но нужно было что-то больше. Бог очень сильно любит людей. И он сожалеет о том выборе, который они сделали. Поэтому должен был прийти кто-то из вне, из вне человеческого мира, который мог бы представить их интересы, представить интересы людей. Который мог бы умилостивить Бога так, чтобы он принял вот это действие как умилостивление. Кто мог бы заплатить Богу за то оскорбление, которое ему нанесли люди. Поэтому такое действие нуждалось в помощи Бога. И он выходит навстречу человека, к человеку. Он выходит через то, что он сам принимает образ человека и платит цену. Таким образом, Бог как бы сам платит себе или, скажем так, удовлетворяет те требования, которые необходимы для того, чтобы вопрос был закрыт. И мы читаем о том, что искупление, оно было добровольным действием со стороны Ишуа. Иоанна 10 глава 18 стих говорит, «Никто не отнимает ее у меня, то есть жизнь, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее. Всю заповедь получил я от отца моего». То есть Ишуа говорит, «Я сам принял решение, я хочу быть тем, кто удовлетворит Бога по закону». Так устроен этот мир, так устроена эта вселенная. И таким образом происходит искупление человечества. Итак, вот два взгляда. Будем голосовать? Да. Кто за первый взгляд? Ну, есть несколько человек. А кто за второй? Лучше. И это правда, друзья. Это правда. Это более библейский взгляд. На самом деле, вы видите, что есть места, которые вроде бы, кажется, подтверждают такое вот, что сатана, он правит этим миром, он князь, и он такой, короче, сильный, что ему нужно было заплатить, чтобы он нас всех отпустил. Но тогда мы делаем его практически равным Богу, а он всего лишь творение. Сильное, хитрое, способное, но творение, такое же, как и человек, сотворенное Богом, и Бог никогда не будет равен сатане. Никогда Бог не будет равен сатане. И то, что Иешуа умер за нас, то, что он стал этой жертвой искупления, друзья, это только из-за того, что был Богом поставлен определенный порядок, и он следует этому порядку. Он считается с этим словом настолько сильно, что он сам поступает по этому слову, даже если это стоило бы ему многого. Стоило того, что он оставил свой венец, как царя спустился, стал человеком, на 100% человеком, оставаясь при этом на 100% Богом, он искупает человечество. То есть он становится тем, кто идет и несет на себе последствия неправильного выбора совершенно других людей. Итак, сатана не имеет на самом деле права что-либо требовать у Бога. И мы не имеем права что-либо требовать у Бога. Мы люди. Мы можем просить, но не требовать. Иногда это очень так, знаете, интересно выглядит. Бог, я требую, чтобы ты исполнил свое слово здесь и сейчас, яви, порежь их всех, попиши там, порви всех, потому что я тут пришел и ножкой топаю. Это так, знаете, по-детски, мне так кажется. Это, ну, я не знаю. Ну, это возраст, давайте скажем. В моем понимании это просто возраст, не тот еще, маленький еще. Другое делали, когда человек, он смиряется перед Богом. Он приходит в простоте сердца и открытости и говорит, Боже, моя вера, она основана на Твоем слове. Ты говорил так, я ожидаю, что это будет. Я верю, что это будет. Ты проявишь себя. И как бы там ни происходило, я понимаю, что ты обращен своим лицом ко мне, что ты совершенно другой дух, совершенно другой подход, совершенно другая, вот как бы, не знаю, подача своей нужды. Итак, друзья, момент искупления. Это один из ключевых моментов. Мы должны иметь в этом четкость и согласие. Мы должны иметь в этом ясность, что тогда конкретно произошло. И что это значит для меня сегодня? Как это вообще работает? Вы знаете, интересно, что когда мы смотрим вообще на понятие искупления, например, с точки зрения Ветхого Завета, вот того периода, который был во время, как был храм, когда приносили жертвы, тогда же тоже каждый год священник, он входил во святое святых, приносил жертву за себя, за народ и так далее. Были козлы отпущения. Левит 23 глава, мы можем почитать об этом. И как возлагались руки, как отпускался козел для жертвы, для Зазеля. Мы в среду немножко об этом говорили и так далее, и так далее. Само по себе, если вы посмотрите значение слова искупления в Библии, оно употребляется много раз. Оно на иврите звучит копора. Йом-ки-пур отсюда. Покрытие переводится это слово. То есть это день покрытия. Знаете, как оно еще используется, это слово? Например, Ной осмолил ковчег. Написано, что он копора, он покрыл ковчег. То есть есть какая-то поверхность, а сверху, например, вот когда мы красим двери, мы копора двери, мы покрываем двери краской. Улавливаете суть, да? Теперь смотрите, как бы какова механика этого процесса. Есть нечто, вот, например, сосновая дверь. Мы ее покрасили краской. Что мы в этот момент сделали? Мы спрятали от себя сосну. Правда? То есть древесину не видно, видно краску. Когда мы говорим об искуплении, ветхозаветном искуплении, человек приходил с грехами к Богу и говорил, я грешен. И Бог говорил, да, конечно. И возлагали на козла руки, жертвы, крапили кровью и так далее. В этот момент этот грех, он покрывался. Покрывался, но не уничтожался. Улавливаете суть, да? То есть Бог, вот после этого жертвоприношения, Бог смотрел на человека и говорил, «О, я вижу, что чистый человек, все нормально с его сердцем. Я вижу жертву. Я не вижу, что там какая-то есть проблема. Я вижу, что там есть жертва». Но проблема в том, что изнутри человек по-прежнему был склонен к тому, чтобы грешить. И через время жертвы, скажем так, становилось видно все меньше и меньше и меньше. И снова он явно был виден как грешник. То есть он снова нуждался в этом действии Капара. Он снова нуждался в том, чтобы его покрасили. Это, в общем-то, так вот, если просто говорить, как работала система жертвоприношения. Поэтому раз в год нужно было проводить Йом-Кипур и участвовать во многих обрядах и в течение года также. Поэтому нужно было проводить омовение, очищение и многие-многие процессы. Если мы говорим о том, что сделал Ешуа, то здесь немножко принципиально вообще другое действие. То, что произошло во время искупления. Вообще, смотрите, как написано. Это Евреям 9, глава 24-28 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное освятилище по образу истинного устроенного, но в само небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в освятилище, каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира». Видите, да? То есть описано, что он, когда вошел во святое святых, в небесное святилище со своей кровью, он сделал это не так, как это делали священники. По-другому. Иначе бы каждый раз, когда мы с вами согрешаем, Христу необходимо было бы умирать. Так, как это делал священник, как умирали эти козлы отпущения. И он говорит, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Вас второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Вы увидели это слово? Для уничтожения греха. Теперь представьте это с нашими дверями, да? Мы видим дерево, и там есть нечто, что позволяет, вот скажем, какая-то болезнь, которая проявляется. Или, скажем, двери, предположим, железные, и там есть ржавчина, которая, сколько ты ее не красть, она все равно проявляется. Еще что он делает? Он берет и вычищает эту ржавчину, он ее уничтожает. И красит сверху своей жертвой, красит сверху своей кровью. То есть, иными словами, искупление настолько хорошее, что двери будут стоять очень долго и не портятся. Вот что происходит с нашим сердцем в момент того, когда мы обращаемся к этой жертве, когда мы каемся. Бог берет нашу склонность в сердце нашем, нашу склонность грешить, наше состояние мертвого человека, и он удаляет это из нашего сердца. Он покрывает это своей кровью и делает нас чистыми от этого разлагающего состояния. Это называется праведность. То есть, он делает нас праведными людьми, он помещает нас в правильное положение перед собой. Это действие единократное, которое имеет постоянное значение. То есть, это не меняется. Нам не нужно раз в год принимать Ишуа, или, знаете, торжественное собрание для того, чтобы принять молитву покаяния. Нет. Нам нужно поддерживать себя просто в должном состоянии, в должном порядке, следить за своим сердцем. Я понимаю, что это может быть немножко сложно для осознания. Я понимаю. Но, тем не менее, мы должны об этом говорить, потому что это базовые, основные вещи. Если мы уберем искупление из нашей веры, если мы будем неправильно верить в искупление, вообще в истины, то, что говорит Писание, мы не сможем потом все остальное строить. Потому что это фундамент. Мы не сможем потом опираться нашей верой правильно. Мы должны четко понимать, что произошло в тот момент, когда мы приняли Ишуа. Мне очень нравится один из переводов Колоссянов 2 главы 13-15 стих. Смотрите. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко Христу. И этим он обезоружил начало и власти, и выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии. Вот такой вот, ну это современный перевод Нового Завета на русский язык. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко Христу. И этим он обезоружил начало и власти, и выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии. Видите, да? Полная победа. Полная победа над духовным миром, который угнетает человека. Полная победа над грехом, которая угнетала вообще всех. Он победил, и он дал нам возможность этим воспользоваться. Итак, смотрите, хорошая новость в том, что не только грех был побежден, но и результаты греха были побеждены в нашей жизни. Мы все согрешаем, правда, как верующие? Ну мы можем согрешить. И мы это делаем каждый день, где-то ропчем, где-то еще что-то происходит. Но знаете, что мы внутри все равно знаем, как верующие? Что мы его дети. Правда? Я помню, что я, допустим, были такие моменты, когда я вот так хорошенько нагрешил. Вот что-то такое вытворил. И я понимаю, что я неправильно делаю. Я понимаю, что я согрешил. Я понимаю все. И мне стыдно. И я понимаю, что я вот, ну вот, кучу заповедей нарушил только что. Но внутри себя я понимаю, что я по-прежнему Сын Божий. Да? Что по-прежнему есть Божья благодать для меня. Что я могу покаяться. Что я могу вернуться. Что я могу быть восстановленным. То есть мы не теряем на самом деле Его принадлежности. Мы не теряем Его спасение. Мы не теряем своего правильного положения, праведного положения перед Ним. Мы теряем святость. Мы становимся, скажем так, более запачканные. Да. Но сути это не меняет. Другое дело. Другое дело. Если мы будем пребывать в этом состоянии долго. Перейдем к нашим железным дверям. Хорошая дверь. Если ее хорошенько загрунтовать, прочистить от ржавчины и покрасить, она будет хорошо храниться. Правда? Может ли выпадать на ней влага? Может. Будет ли эта влага влиять на нее? Если мы быстро ее вытрем, не будет. Правда? Ну, машины же ездят, например. Если их вытирать, все будет хорошо. Но если эту дверь оставить надолго в воде, что с ней произойдет? Она начнет ржаветь. Так и с нашим сердцем. Если мы согрешаем, но быстро приводим себя в надлежащее состояние, все остается хорошо. Ржавчина не начинает прогрессировать, не начинается деградация, не начинается разрушение в нашей жизни. Если мы забываем об этом, если мы считаем, нормально, ну в принципе, да я вас умоляю, вы слушаете, давайте не будем цепляться к деталям, давайте оставим. Через время ты поймешь, что у тебя появляются дырки, а через время ты поймешь, что уже нечего аж поклевать. Уже нужна полная замена, уже нужно все менять полностью. Это образы, то, о чем я говорю. Вы услышите суть. Услышьте суть. В нашем искуплении мы имеем очень много помощи от Бога. Мы имеем фактически все, все, что мы имеем, это помощь от Бога. Мы не могли бы сами этого сделать. Он почистил наши сердца. И даже если мы согрешаем, это плохо. Однозначно плохо. Бог это осуждает по слову. Вы видите, что если он был вынужден послать сына своего, потому что закон такой крепкий, слово, которое он сказал, он вынужден его, он хотел его придерживаться. Он и в нашем случае будет придерживаться. Но, тем не менее, есть много помощи в том, чтобы стоять в чистоте. Есть много помощи в том, чтобы вообще быть в победе, используя те преимущества, которые нам дает искупление. Когда мы говорим о кресте, когда мы говорим о действии Ишуа, мы говорим о том, что он стал нашим агнцем, тем козлом отпущения, тем, на кого были возложены, то есть грехи всех нас. То есть то, что делали мы, и последствия, которые мы делали, они перешли на него. И то доброе, что он имел, или, скажем, те преимущества, которыми он обладал, они пришли в нашу жизнь. Он был сыном Божьим. Мы стали сыновьями Божьи. Правда? Он нам дал эту возможность называться и быть его детьми. Смотрите, Римлянам, 5 глава, 1-2 стих говорит. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Ишуа Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Еще раз. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». То есть, Ишуа был наказан для того, чтобы мы помирились с Богом. Он был наказан для того, чтобы наше примирение вообще было возможным, как явление. Мы в верующем обществе сейчас очень легко к этому относимся. Типа, Иисус умер за меня. Друзья, это больше, чем просто Иисус умер за меня. Он страдал. Он понес последствия. Это было, ну, как бы несправедливо, но Он это сделал, и мы имеем теперь взаимоотношение с Богом. Это часть искупления, часть преимущества. Смотрите дальше. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы вы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». То есть была болезнь какая-то, были болезни, и пришло исцеление. И я верю, что этот стих говорит не просто об исцелении человека, ну, знаете, как разделен был с Богом, а теперь вот не разделен. Я верю, что говоря об исцелении в этом месте, Писание говорит о том, что мы получили возможность иметь исцеление как в нашем духе, как в нашей душе, так и в нашей теле. Я верю, что искупление касается всего, всей сущности человека. Друзья, поэтому мы можем говорить в молитвах своих, «Боже, мы искуплены, ты стал вот этим козлом отпущения за нас, и ты претерпел все эти болезни, всю ту ржавчину, которая была в моем теле, в моем духе, в моей душе, ты взял на себя». Ты, ты был разрушен этой же, ну, вот этой вот ржавчиной для того, чтобы я мог жить. Поэтому я принимаю, как я принимаю спасение, я открыт Господе, чтобы принимать Твое исцеление. И я верю, Боже, что Ты будешь являть его, может быть, мгновенно, может быть, постепенно, но я верю, что эта болезнь, она не имеет надо мной власти, потому что произошло искупление, потому что я другой стал, не потому что я заслужил или хороший, но Ты сделал так. Это мое преимущество по благодати Божией, это подарок для меня от Бога, исцеление. Поэтому я хочу говорить о том, что я исцелен, потому что я хочу говорить, что Божья сила восстановления больше, чем любая ржавчина греха. Поэтому я буду говорить, что крови достаточно Божьего, Божьей жертвы достаточно, Божьего действия достаточно для того, чтобы моя вера была крепкой, чтобы я не был в поражении. Поражение – это противоположность понятию искупления. Услышьте это. Поражение – это противоположность понятию искупления, это ржавчина греха. Искупление – это свобода. Бог не замазал наши грехи, Он их уничтожил. Он не просто прикрыл и все сказал «не вижу», Он снял. И поэтому мы дети Божьи. Поэтому внутри себя мы ощущаем и переживаем внутренне это освобождение. Смотрите, 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Незнавшего греха, то есть Ишуа, Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. То есть мы в нем сделались праведными. Что это такое праведный? Праведный – это человек, который занимает правильное положение относительно Бога. Смотрите, предположим, что вас сняли какой-то приговор, который был очень суров. Например, вы что-то такое вытворили, что вам светит высшая мера наказания – расстрел. И вы вот ждете, что должно быть принято решение по вашему вопросу. Суд рассматривает его, а потом вы приходите, а вам говорят, вы можете идти, приговор снят. Другой человек, вот он решил пойти вместо вас и умереть. Скажите, пожалуйста, просто давайте мы пойдем таким путем. Как бы вы провели этот вечер после этого суда? Что бы вы делали? Сокрушались и плавали? Да что вы говорите? Ничего бы вы не сокрушались. Вы бы в ресторан пошли. Я бы пошел. Заказал бы лучше, что мог бы заказать. Радовался бы сильно. Потому что вот, это были не шуточки, извините. Меня только что чуть не расстреляли. Я чуть не умер. Но меня выпустили. Просто осознайте, какой это повод для радости. А? Ресторан потом? Ну я не знаю. Я бы всех приглашал, потому что и все бы радовались и говорили, боже ты мой. Не, мы, конечно, жалеем того, который умер, правда? Давайте закажем стейк. Давайте будем торжествовать. Вот иногда мы смотрим на наши жизни, друзья, и складывается впечатление, что нас не из тюрьмы освободили, а что мы по-прежнему там живем. Никакой радости. Или забыли выйти. Совершенно верно. Такое ощущение, что он не умер. Такое ощущение, что мы должны быть здесь, по-прежнему умирать. У нас нет, как бы, удовольствия, что ли? Я не знаю. Я вижу это в своей жизни. Я понимаю, что мне надо чаще вспоминать об искуплении. Потому что искупление, друзья, это большой повод для радости. Об этом чаще надо говорить, да, об этом надо чаще читать. Это надо чаще провозглашать в своих молитвах. Это нужно сделать частью своего мышления. Я искуплен человек, у меня есть повод для радости. Он говорит, чему радоваться? Смотрите, как тяжело живется. Ничего страшного, что ты не умер. А должен был. Должен. Мы как вот эти люди, которые... Господин простил огромный долг. А мы приходим и говорим, что-то у меня, короче, денег не хватает. Где тут? Кто тут? Давайте мы будем всех в тюрьму усадить. Мы будем вот это, вот это. И недовольны своей жизнью. Вы помните, о чем та притча говорит, да? Говорит, послушай, ты забыл, что тебе простили. Узбогойся. Радуйся. Потому что ты искупленный человек. Не потому что ты как бы заработал и выкупил себя. Ты не смог договориться судьей. Не было у тебя родственников с волосатыми руками, которые где-то там занесли судье денег, чемодан какой-то и тебя выпустили. Не было такой возможности. Просто другой пошел за тебя. Все. Он тебя любит, он захотел, он выбрал. Прими. Люди добрые, давайте радоваться. Я не знаю. Есть у нас повод. Аминь. На самом деле, есть у нас повод. Я не говорю, чтобы мы ходили такие, но может первое время, да? Но тем не менее. Тем не менее. Давайте есть, пить и веселиться. Ибо сын наш был мертвым, вот теперь он свободен. Это сын был я. Я там был у рожки, рожки ел. Я тем блудным сыном был, который тынялся где-то по каким-то помпасам, и Бог меня привел к себе и принял, и дал мне свою одежду, назвал меня сыном, дал мне перстень на руку и сказал, ты мой, я закалываю теленка. Давайте веселиться, друзья. Аллилуйя. Слава Богу. Я не знаю. Слава Богу. Это называется праведность. Вот я стою. Праведность, с точки зрения Писания, это юридический термин. Юридический термин, который означает, что закон не имеет к человеку никаких претензий. Божий закон не имеет претензий, потому что все претензии взял на себя Ишуа. Они были, о да. Но он изменил мое сердце. Я просто другой теперь стал. Несовершенный по-прежнему. По-прежнему несовершенный. Но тем не менее, я уже не чужой ему. Я сын его. Я сын. К сыну больше ответственности, но также больше любви. Правда? Сына больше спросят, но также сына как бы и кружат побольше. Это правда. Это правда. Давайте посмотрим дальше. Смотрите. Откровение, 20 глава, 6 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Это Римлянам 6,23. Римлянам 6,23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». То есть, смерть, она перестала быть приговором для верующего человека. На секундочку. Смерть. Все боятся смерти. Это было что-то страшное, но для нас она перестала быть приговором. И то, что написано в Откровении, 20 глава, 6 стих. Смотрите. «Блажен и свят, имеющие участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет». Вот таким стало наше предназначение – быть священниками Богу. И царствовать с ним. И смерть над нами не имеет власти. Не имеет власти. Услышьте это. Вы хотите жить вечно? Живите. Живите. Это возможно уже сейчас. Да, мы живем сейчас здесь на земле в наших телах. Когда-то они состарятся, наверное, и будут где-то там погребены, возможно. Но придет день искупления, и Он восстановит нас. И перед Богом никакой человек не умирает. И мы с вами не умираем. И поверьте, друзья, благодаря искуплению, благодаря действию Ишуа, озеро Огненное – это не наш удел. Он так захотел жизнь вечная, священниками Богу быть. Это да. Это для нас. Небеса наши. Что бы это ни означало. Правда? Ну, реально. Мы не совсем понимаем, что такое небеса. Может, что там, каждому по тучке дадут маленькой. Тебе кусочек неба, тебе тучку, тебе тучку. А может, домики будут раздавать. А может, еще что-нибудь. Послушайте, мы знаем, что там будет Господь, там будет Его присутствие, и мы сможем служить Ему. Но в любом случае не озеро Огненное. Правда? Это искупление. Это наш Йом-Кипур. Это наше принятие Богом нас. Он принял нас. Он умилостивился над нами. Он заплатил эту цену. Итак, смерть перестает властвовать над нашими жизнями, над нашим будущим. Это тоже повод к радости. Правда? Большой повод к радости. Смотрим дальше. Галатам 3 глава, 13-14 стих. Галатам 3, 13-14. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. Дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Очень интересное такое место. Вы помните Второзаконие, 27-я глава? Такая интересная глава, которая описывает клятву закона. Помните, что там было? Бог приводит еврейский народ в определенное место, и Он говорит, сейчас я вам буду читать закон. И каждый раз, когда я буду там провозглашать его, вы будете соглашаться с ним. Вы помните, было две горы, шесть колен стояло на одной горе, шесть на другой, и говорили, да, аминь, да будет так. И там перечисляются последствия. И там Бог говорит, если ты будешь нарушать вот этот, вот этот закон, то будут вот такие, такие проклятия в твоей жизни приходить. Проклят ты будешь там-то, проклят там-то. Там вообще жуткие вещи. Если вы почитаете, там, ну, любой геноцид, это просто нервно в сторонке стоит. Просто, реально. И еврейский народ сказал, да, аминь, то есть была клятва закона. Он говорит, но если ты будешь соблюдать мои заповеди, то будут благословения, и там тоже перечисляются благословения, и дай Бог каждому из нас такие благословения, правда? И вот это, и вот это, и вот это благословение, и народ сказал, аминь. И вот здесь написано, Ешоа искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на небе, на древе, дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанную духа веры. То есть, иными словами, он пришел и сказал, Бог Всевышний, вот все то, что они нагрешили в соответствии с этой клятвой, я беру ответственность за все эти грехи на себя. Я несу последствия вместо них. Это колоссальное дело на самом деле. Он искупил народ для того, чтобы проклятия не стали частью нашего наследия. Иными словами, мы освобождаемся через Божье искупление от тех проклятий, которые существуют в этом мире. Бог нам дал возможность быть над ними, получать благословение вместо проклятий. Поэтому, если в вашей жизни вы понимаете, что вы живете под каким-то давлением вот таких вот разных проклятий, может быть, скорой смерти, может быть, какой-то бесовской активности, когда что-то происходит, может быть, хронической бедности, нищеты, какого-то безумия, там много чего, кстати, описано. Да? Ты будешь всегда в поражении. Это все проклятие. Послушайте, искупление через Иешуа Мессию освободило вас от власти этих проклятий. Вы можете жить в благословении. Вы можете жить в благословении. Не потому, что вы хорошие, а потому, что Бог вас туда поместил. Вы можете погружаться в эти благословения. Вы можете пользоваться благами этих благословений. Вы можете провозглашать это по Писанию на основании того искупления, которое Он произвел в вашей жизни. Давайте смотрим следующее место. Видите, сколько у нас Писания сегодня, да? 2 Коринфянам, 8 глава, 9-10 стих. Девятый даже. 2 Коринфянам, 8-9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. И 9 глава 2 Коринфянам, 10-11 стих говорит. «Дающий же семя, сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие, посеянному вами, и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Я верю, что Бог открыт, заботится о наших финансовых нуждах, друзья. Я знаю, что в разные периоды жизни Бог способен проводить верующего человека и через богатство, и через бедность. И тем самым Он творит, как бы, свою волю, и есть какой-то план, который Он использует для конкретного человека, конкретной ситуации, может быть, какой-то конкретной группы людей. Но я также верю, что благодаря Божьему искуплению верующий человек должен иметь достаток. Я верю, что это Божье предназначение для верующего человека, иметь достаток и даже больше, быть тем, кто благословляет. Смотрите, что такое недостаток? Это когда у меня не хватает. Например, я иду в магазин, для того, чтобы купить продукты, мне нужно 100 гривен. Это вот достаток, 100 гривен. Я пришел, у меня достаточно, чтобы купить все то, что мне необходимо. Что такое недостаток? Это 75 гривен. Улавливаете, да? Ну, все просто. Я пришел, и мне не хватило 25. Что такое избыток? Это 125 гривен. Это 101 гривна. То есть я купил все то, что мне необходимо, и у меня есть еще возможность. Когда мы говорим о Божьем искуплении, мы говорим о том, что через искупление Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия, но также Он открыт на то, чтобы благословлять верующих большим. Заметьте, я не сказал о конкретной сумме, какая сумма идет, потому что у каждого свое понимание достаточно, и в каждом обществе, и в каждое время есть свое понимание, что такое достаточно. Правда? У каждого есть своя цифра и свое понимание. Иногда мы говорим, Боже, у меня недостаток. Может быть, ты не совсем с теми цифрами работаешь. Может, ты себя сравниваешь не с теми людьми, потому что на самом деле у тебя всего достаток, а ты хочешь чего-то намного-намного больше, и вот бурлит у тебя какая-то такая типа... То есть я не говорю о том, что мы должны мириться, знаете, вот имейте буханку хлеба и миритесь с этим. Нет, желайте большего. Я говорю о том, что патологическая бедность – это ненормально. Это может быть частью того проклятия, которое по-прежнему еще почему-то находится в нашей жизни. Это то, о чем нужно молиться, чтобы Бог вас выводил из этого состояния, о чем надо размышлять, исследовать в свое сердце, что происходит. Потому что через Божье искупление должно быть благословение. Он написано, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я думаю, что это обогащение касается всего и Духа, и Души, и Тела. Обогатились в Духе, приняв Его спасение, обогатились в Душе, получив исцеление, восстановление нашего душевного состояния, наших эмоций, нашей воли и всего. И я верю, что также это касается тела, вопросов нашего физического исцеления, и также обеспечения, обеспечения нашей жизни и имения всего того, что нам необходимо. Это благословение искупления, друзья. Это благословение Божье. Итак, еще немного. Давайте посмотрим Евреям, 2 главу, 10 стих. Евреям, 2 глава, 10 стих. Вот я хотел бы прочитать один из переводов, который мне тоже нравится. Звучит он таким образом. «Таков и был замысел Бога, Он, для Которого все и через Которого все, не только многих своих сынов и дочерей к славе привел, но и открывшего им путь к спасению, сделал совершенным спасителем через страдания». Может быть, немножко такой сложный стих, я сейчас объясню, о чем он говорит. Когда мы говорим о распятии, мы понимаем, что это больно. Правда? Ну, по-любому больно. Но мы немножко упускаем один важный момент. Это еще и стыдно. Это стыдно. Людей, когда их распинали, их распинали ногами. Мы понимаем, что сейчас иконы или какие-то образы, которые представляют нам Ешуа, они не рискнут, ну, не рисуют ногого человека на кресте. Но я вам по секрету скажу, они были голыми. Скорее всего, что они были голыми. И когда они шли, это тоже было печальное зрелище, это было позорное зрелище, это было стыдно. И стыд — это противоположность слову «слава». Правда? Потому что когда человек выходит в славе, например, император выходил, то он был и красиво одет, и, соответственно, себя вел в стыд. Это вторая, ну, как бы, противоположность вообще идеи славы. И вот что здесь написано, что «таковый был замысел Бога, Он, для Которого все и через Которого все, не только многих сынов и дочерей к славе привел, но и открывшего им путь к спасению, сделал совершенным спасителем через страдания». То есть он стал совершенным спасителем через свое унижение. Избавив нас от него, избавив нас от унижения на кресте, Иешуа привел нас в славу. Привел нас в совершенно другое состояние. Мы не испытали позора, друзья. А могли и должны были бы. Мы не испытали, он испытал. Ему не просто было больно, ему было и стыдно. Плевали, унижали, били, насмехались, становились на колени, говорили, ну, кто там, что там, прореки нам, что ж ты такой, спасал себя, там не можешь спасти, слабо тебе. В один момент он мог всех расставить на места. Помните, когда он разговаривал с Пилатом, он говорит, если бы я поборолся за себя сейчас вообще, ну, как бы, 12 легионов ангелов, ни один римский легион бы, и все вместе в купе взятые не справились бы. То есть он осознавал свою власть, и у него была способность. Мы читали о том, что он пошел на крест добровольно. То есть в любой момент он мог вот это приключение остановить, искупление остановить. Но он не захотел, он принял решение дойти до конца. Тем самым избавив нас от позора и приведя в свою славу, в Божью славу. Это очень большое благословение. Вы знаете, что для некоторых людей, ну, вообще, опозориться, это что-то страшное. Ну, вот есть люди, которых порог позора, он как бы низкий. То есть он всегда в таком состоянии живет. Ни совести, ни стыда, мы говорим. Ни Бога не боится, ни людей не стыдится. Но есть люди, для которых проще умереть, чем пережить какой-то позор. Просто вот они не могут. Просто настолько вот у них высокие такое вот чувство какого-то такого самоправедного достоинства или чего-то там такого, невозможно смириться. Он умер из-за тех, из-за тех. Он умер из-за тех, из-за тех. Идем дальше. Матфея, 27 глава, 45-й, 46 стих. Матфея, 27, 45-46. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом Или, Или, Лама, Савахфани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Для чего ты меня оставил? Мы очень сильно, периодически переживаем чувство отверженности. Мы отвержены. Такое вот состояние очень близко, оно знакомо нам, правда? Наши родители не всегда хорошо с нами поступали. Друзья, как-то общество, то есть все. Мы, ну, кто мы, что мы, и вот такое вот непонятно, что переживали. В тот момент, вися на кресте, Ишуа пережил глубокое отвержение. Отвержение своим отцом. Это был пик вот этого момента искупления. Представьте, он, являясь Богом, он являясь Сыном Его, он являясь тем человеком, который здесь родился в мире. Это все одновременно. Он всегда был частью Троицы. И в какой-то момент он перестал ею быть, как человек. Да, он говорит, Боже мой, ты оставил меня. Полное, глубокое отвержение для того, чтобы случилось что? Наше принятие. Мы были отвержены когда-то Богом, когда выходил Адам из Эдемского сада. Он говорит, ты не можешь быть, ты слишком нечист, ты слишком греховен. И в тот момент, он говорит, я настолько вот взял эти грехи, я настолько пережил, что я понимаю, что ты... И все, вот произошел разрыв между нами. Вот я, а где-то там далеко ты. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Почему ты меня оставил? Для чего ты меня оставил? Это риторический вопрос, на него не нужно отвечать. Он знал ответ. Он знал ответ. И знаете, что он сказал, когда умирал? Свершилось. Знаете, что свершилось? Искупление. Искупление свершилось. Не просто вот я умер. Человечество освободилось, свершилось. Теперь вы, кто был некогда далекий, можете стать близкими кровью Христа. Теперь вы уже не отвержены. Вы не должны смотреть на себя, как на тех, кто не нужен Богу, кто одинокий, кто брошенный, кто нуждается в какой-то похвале от людей. Похвалите меня, я буду чувствовать себя хорошо. Ты принят уже Богом. Посмотрите, сколько он сделал. Посмотрите, насколько цена эта жертва, насколько ценно и многогранно это искупление, насколько оно глубоко, это принятие. Давайте посмотрим еще. Римлянам, 6 глава, 5-7 стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Так подводится черта в нашем искуплении. Греховная старая природа умерла. Ветхий человек умер, друзья. Это свершившееся действие. В нашем сердце произошло изменение, наше сердце стало другим, новым. Мы стали детьми Божьими. Мы приняты Ним. Искупление завершено для нашей жизни. Но мы имеем ответственность следить за своим состоянием сердца. Что у меня? Как у меня? И Бог говорит, я понимаю, что вы еще согрешаете. Я понимаю, поэтому вы можете исповедовать грехи. Поэтому вы можете приходить ко мне во имя Ишо, опираясь на ту совершенную жертву, и я буду прощать вас. То есть, иными словами, Бог не будет просто сверху покрывать, Он будет снова счищать вот эти появляющиеся очаги этой ржавчины, этой заразы. Он будет говорить, окей, я вижу, я вижу, тут тебе давно надо было прийти, еще и раньше надо было. Чем раньше ты придешь ко мне, тем меньше будут эти очаги. Тем легче будет это исправить. Чем чаще ты будешь являться ко мне и говорить, Боже, прости меня. Видишь, вот здесь появилось у меня на сердце. Я вот тут вот, я грешу своим языком, своими словами. Я осуждаю, я сплетничаю, я что-то говорю. Боже, пожалуйста, удали. Если нужно, приди, пожалуйста, еще раз сегодня. И еще раз приди сегодня. Чем чаще будешь ходить, тем в большем состоянии чистоты ты сможешь содержать свое сердце. И Бог говорит, не проблема, приходите ко мне. Сколько надо, столько и приходите. Я не буду вас осуждать. Я буду вас очищать. Вы мои, вы куплены дорогою ценою. Искупление уже свершилось. Берегите свои сердца. Больше всего хранимого. Храни сердце свое, потому что от него источники жизни. Оберегай это и не забывай радоваться, потому что на самом деле ты находишься в прекрасном, уникальном состоянии перед Богом. Спасенного человека, освобожденного от проклятий, освобожденного от грехов. Тому, кому доступны благословения Божьи, Божье обеспечение, Божье исцеление, Божья поддержка, Божье принятие. Посмотрите, сколько всего для нас открыто. Сколько всего Бог произвел для нашего благословения. Не повод ли это радоваться? Еще как повод. И еще как повод. Поэтому, друзья, я очень сильно прошу вас, чтобы вы размышляли вообще о местах почаще. Чтобы вы размышляли о кресте. Чтобы вы размышляли о воскресении. Я не говорю о том, что Иешуа должен быть тем для вас, кто всегда висит на кресте. Не об этом я говорю. Пускай он будет тем, кто будет всегда для вас воскресшим. Тем, кто сошел со креста. Тем, кто явил себя. Тем, кто прославился перед Богом. Тем, кто изменил этот мир. Не опускайте свои руки. У нас нет повода это делать. Все хорошо. На самом деле, все хорошо. Просто нужно продолжать работать над собой. Нужно помогать друг другу. И поддерживать друг друга. И будет благословение. Аминь. 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 Продолжение следует...